Девушки отдыхают В 90-х в Петербурге был абсолютный порядок И конечно же Кехман в роли Ивана Грозного И главный вопрос, а как же так возможно-то? Как возможно, что человек, бывший банановый король, чья компания потом обанкротилась, взяв кредиты, эти кредиты не были отданы Уголовное дело, которое связано с этими кредитами, потому что он был там поручителем по этим кредитам Уголовное дело закрыли Вот эта мутная история с 120 килограммами кокаина, которые как-то рассосались Скандалы в Новосибирском театре, где он тоже был руководителем И как так возможно, что он не просто не сидит на скамейке запасных после вот этого всего Кокаина, уголовных дел, банкротства А он еще неплохо себя чувствует Будучи сейчас руководителем МХАТа имени Горького Судя по тому, что госконтракты, которые связаны с компаниями, где работает топ-менеджер Кехман Получают другие компании, которые тоже так или иначе связаны с Кехманом Как же так возможно-то? Знаете, хотя и Кехман родился в Самаре и там начинал свою трудовую деятельность, но настоящий альма-матер Бизнес альма-матер для него стал, конечно же, Питер И этим уже очень многое сказано Вот что сам говорит Кехман в эфире телеканала «Дочь», который признан иноагентом У меня в морском порту Санкт-Петербурга была собственная лавочка Которая никто не мог даже сесть на нее С точки зрения 90-х Нет, нет, я рассказываю, что было в 90-х, в 90-х, в Петербурге В 90-х в Петербурге был абсолютный порядок Что вы знали Ну, может, вас, ну, пожалуйста, ну, давай, ну, хорошо Мы сейчас о чем говорим? О большом бизнесе или о шентропе? Есть один человек, который в жизни Владимира Кехмана сыграл, по нашему мнению, одну из самых важных ролей Этот человек еще в 80-е годы сколотил состояние, был небедным человеком Он работал в Африке, общался в самых высоких кругах У него были связи в Азии, у него были связи в Америке и в Европе Он торговал, говорят, оружием, алмазами и еще много-много чем А еще, и это тоже о многом говорит, если верить израильским спецслужбам, он был агентом КГБ Именно за этого арестовали в 87-м году и приговорили к 9 годам лишения свободы, там, в Израиле Но отсидел он всего лишь только 5 лет Говорят за него, не говорят, он сам говорил об этом Что за него хлопотал, ездил сам Кобзон Какие люди должны были просить у Израиля, чтобы этого человека Шабтая Калмановича освободили Шабтай Калманович после того, как его освободили, приехал в Москву И, конечно же, с его талантами, с его связями, с его возможностями перед ним были открыты все двери Его интересовало в новой России все Шоу-бизнес, ресторанный бизнес, гостиничный бизнес, все-все-все Говорят, что он был финансистом одной известной, очень известной ОПГ в России Но это только говорят Шатая Калмановича убили 2 ноября 2009 года Киллеры Совершенно случайно за 3 недели до этого в больнице после покушения умер Вячеслав Кириллович Иваньков Больше известен как Япончик Если вы не знаете, кто это такой, то погуглите Тоже человек легендарный Может быть, это совпадение Говорят, что они были знакомы друг с другом Что, в принципе, неудивительно Кехман и Калманович познакомились примерно в 90-х годах, в середине Они открыли торговый центр компании Light Dixie в Питере И именно Калманович вывел Кехмана на новый уровень С его-то уровнем знакомств, с его-то уровнем возможностей Кехман стал тем самым банановым королем Это, возможно, поэтому ему потом давали такие кредиты Это, возможно, поэтому закрывали уголовные дела Потому что срок давности прошел Возможно, поэтому в 2007-м он становится руководителем Михайловского театра Питера Это гордость Питера, Михайловский театр И Кехман, который торгует бананами, становится топ-менеджером этого театра Какое превращение, какая метаморфоза А история с кокаином Весна, 2010-й год В порту Питера, в контейнере, который перевозит бананы для компании Кехмана Находят три сумки Три сумки, в них 120 кг кокаина Вот что сам Кехман говорит в эфире телеканала Дождь, который признан иноагентом Вся наркоторговля полностью связана с бананами Но ведь в вашей компании тоже был такой неприятный случай Когда с вашими бананами пришло 120 кг кокаина Ну, там не только, там, я думаю, что приходило гораздо больше Это то, что... А это невозможно как-то обилить? Конечно, вы поймите, в Колумбии, например, в Колумбии Ну, конечно, это обычно занимается, этим обычно занимается команда Я вам расскажу сейчас несколько случаев Например, в Колумбии, в Колумбии даже порта нет То есть, судно стоит на рейде, к нему подъезжают военные корабли Засугывают бананы Нет, нет, бананы приезжают на баржи И все обыскивается, все судно, водолазами, все Ну, это бесполезно Кехман говорит, что это все команды, едва ли Ну, и едва ли принадлежало все Кехману Едва ли он занимался этим бизнесом Скорее всего, таким бизнесом на тот момент могли заниматься люди, больше связанные с Калмановичем Я не говорю, что это Калманович этим занимался Но люди, возможно, связанные с Калмановичем Вот такого уровня должны этим бизнесом люди заниматься Тут важен другой вопрос Кто смог арестовать в Питере эти 120 килограмм кокаина Кто мог себе позволить этот груз чей-то был И не каждый правоохранитель мог себе такое позволить Большие люди, большие деньги Кстати, чем все это закончилось, я информации так и не нашел А Кехман на тот момент уже три года руководил Михайловским театром Питера Это любимый театр Богема Не только питерской вообще Там президент много раз бывал Ну, кстати, вот эта встреча в 2010 году Тогда Владимир Путин был премьером еще Она проходила в то время, как раз, когда вот эти 120 килограмм зелья и нашли в порту питерском Давайте послушаем, о чем там говорили А оборот какой у вас? Лично у нашей компании? У нашей компании оборот 680 миллионов Это сейчас зачем? А корешки? Я ничего не понимаю Действительно, сейчас, сейчас, Леня, поймешь Сейчас речь пойдет о благодарительной помощи вашему фонду Спасибо И все, что касается фондов, это все хорошо Но если бы отделить, вот все, что касается закон о работнике театра Разделите, то есть, то, что это к театру, и музыкальному, и драматическому, и любому театру, чтобы сосуществовать Ему нужна преемственность Вот, это вот, как бы, один вопрос И второй, очень важный вопрос Вот, по поводу бюджета, вообще, в принципе, стратегии бюджета культуры Якобы хотят его сократить Может быть такое, или нет? Вот эта встреча для Кехмана едва ли была какой-то ключевой, какой-то знаковой Во всяком случае, не такой знаковой, как встреча с Калмановичем К знакомству с Калмановичем Она, эта встреча, скорее всего, была возможностью, последствием тех знакомств, которые приобрел Кехман благодаря Калмановичу Но главный вопрос, который Владимир Кехман задал Владимиру Путину О финансировании театра, я думаю, разрешился положительным Судя по тому, что дальше происходило Впереди у Кехмана будет банкротство его компании Банкротство его самого Перед этим будут кредиты, которые взяты, потом пропали куда-то Уголовное дело, связанное с этими кредитами Скандал в Новосибирском театре будет потом Почему все это было возможно Почему и банкротство, и уголовное дело, и кредиты Все это сходило с рук Потому что самое главное Владимир Кехман не разочаровал тех людей Которые его поддерживали Которые его ставили на все эти должности Которые обеспечивали ему эти возможности И возможно Возможно То, что сейчас происходит То, что контракты И до этого происходило Те, что контракты, которые связаны с компаниями Где руководитель Кехман Выигрывают компании Которые так или иначе связаны с Кехманом В этом тоже ничего странного нет Значит так можно Значит это никого не смущает Может быть это только версия Наша редакция Может быть Кехман Талантливый просто человек Везучий, талантливый Все у него получается И никто его не прикрывает Никто его не поддерживает Мы эту версию проверим Мы пошлем запросы Федеральную антимонопольную службу Которая контролирует госзакупки Как она относится к тому факту Что компания Связанная с Кехманом Выигрывает госконтракты Которые тоже связаны с Кехманом Многомиллионные, многомиллиардные контракты А также отправим запрос В Острыкину, в Следственный комитет И в Министерство культуры И посмотрим, что нам ответят До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил с Кехманом